Здравствуйте, дорогие братья и сестры! 8 октября Святая Церковь празднует память преподобного Сергия Игумена Радонежского. Преподобный Сергий жил в XIV веке, происходил он из боярского рода, и с детства он возлюбил молитву, воздержание и решил посвятить свою жизнь Богу. Вначале обучение давалось ему тяжело, и он молился о том, чтобы Господь послал ему помощь, и он получил дар способности изучать науки. И вот произошел удивительный случай, когда в лесу он увидел старца, который подозвал его, старец был в облачении схимника, монаха. И старец благословил его и дал ему ковчежицу, в котором была святая просфора. Вкусив эту просфору, преподобный Сергий получил способность к обучению, и все свои знания, которые он получал, он употребил на прославление имени Бога. И спросив благословения у своих родителей, он ушел в монастырь и вместе со своим старшим братом Стефаном подвязался в Радонежских лесах. Собственноручно построил небольшую деревянную церковь. Сейчас на этом месте находится Троица Сергиева Лавра. То есть место всеобщего паломничества, место удивительной святости, о котором знает весь мир. Преподобный Сергий явил себя не только как молитвенник, как духовный наставник, как преподобный отец. Он явил себя и как политический деятель. Потому что он ходил, буквально ходил своими ногами по пыльным дорогам, по лесам, рискуя свою жизнь попасть в руки разбойников. Он ходил и умерял князей, потому что Русь в то время была раздроблена, и амбиции князей не давали сплотиться русскому люду, и внешние враги терзали Русь святую. И вот, обличая, вразумляя, молясь о мире в Святой Руси, преподобный Сергий жертвовал свою жизнь для того, чтобы в нашей Руси был мир, единство, и чтобы Русь была сильная. Когда великий князь Дмитрий испросил благословение у преподобного Сергия перед битвой с татарским ханом Мамаем, то преподобный Сергий сказал ему, иди с Богом, и ни в чем не сомневайся. И князь Дмитрий победил. Митрополит Московский Алексей хотел благословить преподобного Сергия на высокий пост митрополитчей кафедры. Но преподобный Сергий сказал, с детства я любил смирение, никогда не носил золотого креста, а теперь в старости и подавно хочу остаться монахом. То есть вот этот удивительный образец нестижания, любви к своему Отечеству, к людям, к Богу, он был очевиден для его современников. И через века святость этого подвижника сияет и ныне. Мы знаем, что молитвы преподобного Сергия помогают юношам и девушкам в обучении. Поэтому известно и принято молиться преподобному Сергию также и о помощи в учебе. Поэтому тот, кто еще продолжает путь обучения, пусть преподобного Сергия просит об этом. И молитвами преподобного Сергия обязательно будет помощь этому доброму ученику. 10 октября Святая Церковь воспоминает представление святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Святой апостол Иоанн Богослов занимает особое место среди прочих апостолов. Вообще наименование богослов Церковь дает далеко немногим угодникам Божьим. Святой он богослов был самым молодым среди апостолов. И его еще мы называем наперстником Христа. Потому что он ближе всего находился к Иисусу Христу. И он слышал имя предателя. Когда Иуда потянулся перстом своим к персту Господа во время трапезы. Мы апостола Иоанна Богослова называем апостолом любви. Потому что ему были открыты такие глубокие тайны Божьей премудрости. А Бог в сути своей есть любовь. Что апостол удивительно мудрыми и глубокими словами в своем Евангелии открывает эту тайну людям. О том, что Бог есть любовь. Из всех апостолов он один прожил долгую жизнь и умер немученической смертью. И в глубокой старости он как раз и поведал своему ученику, который записал эти откровения Божьи, которые получил от Господа. Вспоминая святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, мы должны вспомнить и о той причине, по какой празднуется его память именно сегодня. После его кончины, от его могилы в этот день ежегодно исходил какой-то розовый тонкий прах, который благоухал. И верующие люди заметили это и приходили и поклонялись этому месту погребения. Сам же апостол Иоанн, ныне в сонме святых угодников Божьих, прославляет Господа и молится о том, чтобы люди познали Бога и Его великую любовь к людям. Аминь. И пять тысяч насытивых сам благослови, и хлебы сия пшени. Не мудрость ростит. Субтитры создавал DimaTorzok Божьих! 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 Жяковь! Божьих! Субтитры создавал DimaTorzok Слава Богу! Субтитры создавал DimaTorzok Увергались самым разощреннейшим мучениям и не только проливали кровь, но и отдавали жизнь за Христа. Во времена царствования императора Константина Великого был издан указ о свободе исповедания христианской веры. И с этого времени безбоязненно стали совершать богослужения, воздвигать святые божьи храмы и исповедовать открыто веру Христу. Император Константин Великий послал свою мать, царицу Елену, в Святую Землю, в Палестину, чтобы она там на местах, связанных с библейскими событиями, с событиями земной жизни Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа и Пресвятой Владычицы Богородицы, воздвигла святые божьи храмы. До сегодняшнего дня из этих храмов сохранился только храм Рождества Христова, Вифлеем. Но знаки ее трудов присутствуют во многих местах Святой Земли. Может быть, сами здания не сохранились, потому что были и землетрясения, и нашествия различных варварских народов, которые сокрушали и разрушали святыни. Но знаки этих храмов сохранились хотя бы в виде мозаичных полов, в тех местах, где были эти священные храмы, священные сооружения. И прежде всего, святая царица Елена хотела найти животворящий крест Господень, орудие спасения всего рода человеческого. Сам Господь избрал такой способ спасения рода человеческого, в тайне домостроительства спасения рода человеческого, чтобы через крест и крестные страдания возродить нас в вечной жизни и сделать способными войти в Царствие Небесное. Но все ее попытки были тщетны. Никто не мог сказать, где находится крест Господень. Но затем ей указали на одного древнего старца, иудея, еврея, который не веровал во Христа. Но он знал эту тайну, тайну, где сокрыт крест Господень. Святая царица Елена принудила его открыть эту тайну. И он рассказал, что когда Господь и Спаситель наш воскрес и вознесся на небо, три креста, на которых был распят Спаситель и два разбойника, были брошены в глубокую яму возле Голгофа, а затем засыпаны землей. А в 70-м году по Рождестве Христовом, когда император Тит совершенно разрушил Иерусалим, на этом месте был воздвигнут величественный языческий храм. И царица Елена приказала разрушить этот храм, раскопать это место. И были найдены три креста. И все недоумевали, который из этих крестов крест Господень. И в это время проносили мимо этого места для погребения умершую женщину. И патриарх Иерусалимский Макарий приказал поочередно возлагать на нее вот эти обретенные кресты. И когда возложили первый крест, ничего не произошло. Возложили второй, и тоже ничего не произошло. Возложили третий, и женщина воскресла. Вот потому и называем мы крест Господень животворящим. Он несет нам жизнь. Он оживляет. Он исцеляет нас. В великой радости собралось множество народа. И каждый хотел хотя бы издали увидеть это орудие спасения рода человеческого. Крест Господень. И патриарх Макарий со своими священниками высоко поднимал древо креста Господня, чтобы толпы народа хотя бы издали могли видеть крест Господень и поклониться Ему. В воспоминании этого события в канун сегодняшнего праздника, до сегодняшнего дня, в наших соборных храмах совершается чин воздвижения креста Господня. Мы слышали сегодня в апостольском послании, апостол Павел говорит, «Слово крестное погибающему мою родство есть, а нам, спасаемым, сила Божия есть». Те, кто отрекся от веры, кто отошел от Христа и Церкви, для них крест – это безумие. Для них вера – безумие. Для них самоутверждение того, что Бог есть, утверждение обытия Божия – это безумие. Они предпочитают верить, что мир произошел так, сам по себе, случайно. Хотя в жизни, мы знаем, ничего случайного не бывает. А тут мир, совсем его многообразие, со всей его премудростью, вот так просто, случайно произошел. Но они так верят. И называют верующих безумными, и смеются над ними. Но они погибающие, по слову апостола Павла. Потому что у них нет надежды на вечность. Нет веры в вечность. Во что они верят? В конечность земного бытия. Умирает человек, как они говорят, и все. Прекращается в жизни в нем. Но он уходит в небытие. А мы верим в другое. Мы верим в бессмертие. Мы верим в то, что силою Своей Божественную Господь спасает людей Своих. Всяк верующий в Него, говорит Писание, имеет жизнь вечную. Вот этой верой в Христа Спасителя, пришедшего на землю, чтобы воспринять в полноте человеческую природу, кроме греха и в этой человеческой природе, совершить спасение каждого человека, мы и веруем. В таинствах церковных мы обновляем свою жизнь духовную. Мы приобщаемся к Христу. Мы обретаем залог вечной жизни в святых таинствах церкви. В одном афонском монастыре, на пирке, башне монастырской, есть изображение птицы с птенцами в гнезде. И рядом змея. Вот когда змея пробирается в гнездо и поражает птенцов своим гядом, то взрослая птица расклевывает себе грудь и своей кровью питает этих птенцов, давая противоядие от укуса змеи. И птенцы тогда не погибают. Вот такое противоядие от укуса древнего змея, дьявола, дает нам Господь в своем причащении тела и крови Господне, в таинстве Евхаристии, в таинстве святого причастия. Мы приобщаемся к телу и крови Христовой, и она животворит нас, убивая в нас семя дьявола, начаток греха. Вот поэтому мы сегодня с великой радостью совершаем праздник всемирного воздвижения Креста Господя. Креста, на котором Господь совершил наше спасение. Креста, через который Господь дает нам силу прогонять дьявола и воинство его. Креста, который напоминает нам о великом Божьем милосердии, о том, что Господь через Крест совершил наше спасение. Всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляю с этим великим и преславным праздником всемирного воздвижения честных древ, чеснага и животворящего Креста Господня. И пусть сила Креста Господня всегда пребывает со всеми нами. Всех вас поздравляю с праздником, причастником, с принятием святых и животворящих Крестовых тайн. И сейчас, конечно, каждый из вас снова и снова может поклониться честному и животворящему Кресту Господню. Благодаря Господу, за Его великую милость и за Его постоянную нам грешно-благодатную помощь. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Здравствуйте! Одна зрительница спрашивает. Вот в разных храмах число и разнообразие икон всегда отличаются. Разное бывает их расположение. От чего это зависит? От чего зависит выбор икон, украшающих храм? Есть ли закономерности для этого? Кто определяет расположение икон? И можно ли их менять местами? Можно ли размещать в храмах картонные иконки и репродукции, а также самописные иконы, вышитые бисером, но освященные в храме? Почему некоторые иконы в окладах, а некоторые без? Зачем нужен оклад? Конечно, есть определенный порядок и закономерность размещения икон в храме. И первую очередь это касается размещения икон на иконостасе. То есть в центре иконостаса, когда открыты царские врата, располагается престол Божий. И вот сам иконостас — это как бы символ того, что вся церковь собирается около престола Божия. Матери Божия, святые, праатцы, вся церковь собирается небесной силой у престола Божия. И всегда справа от царских врат располагается икона Спасителя, слева располагается икона Божией Матери. Далее справа от Спасителя располагается так называемая храмовая икона. То есть та икона в честь иконы святого или иконы праздника, в честь которого освящен данный храм. Поэтому даже если вы приходите в незнакомый храм, вы не знаете, в честь кого освящен этот храм, как он называется, вы можете всегда посмотреть на икону справа от Спасителя, увидеть того или иного святого или тот или иной праздник и понять, в честь кого освящен этот храм. И далее уже в этом ряду располагаются иконы или тех местно чтимых святых, которые почитаются в этой местности, или особо чтимых святых всей церкви. Там может быть и располагаться иконы святителя Николая Спиридона Тремяфутского, Сергия Ранежского, Серафима Саровского. То есть тут уже выбор зависит от того, кого почитают в этом храме или в этой местности. Сверху во втором ряду располагается так называемый праздничный ряд икон. То есть там располагаются иконы двундесятых церковных праздников. То есть Рождество, Крещение Господне, Троица, Успение Божьей Матери. То есть всех главных церковных праздников. На третьем ряду обычно он называется ряд Диисис, то есть моления в переводе. Располагаются по центре икона Спасителя с предстоящими ему Божьей Матери и Иоанна Предтечи с молением. Отсюда и название этого ряда. И далее располагаются апостолы, которые также обращаются как бы с молитвой ко Господу. Четвертый ряд – это ряд пророческий, то есть там изображаются пророки Божии. И пятый ряд – это ряд праотцев, то есть предков Христа по земной, по человеческой природе его. Редко, конечно, все пять рядов бывают в иконостасе. Для этого храм должен быть какой-то центральный, какой-то большой, чтобы все пять рядов уместить. Обычно, конечно, бывает или два, или иногда даже в маленький храм один ряд икон. А вот уже иконы по стенам храма, по бокам или сзади молящихся – это, конечно, уже прерогатива их размещения. Иконы зависит от общины, от настоятеля этого храма. То есть там располагаются те иконы, которые близки и дороги сердцу прихожан этого храма. Икона в окладах – это, скажем так, особенность, наверное, икона написания и икона почитания именно православной церкви. То есть оклад Риза – это символизирует невещественный свет божества, который исходит из иконы. То есть обычно икону, особо чтимую какую-то икону на Руси, как раз делали в золотом или в серебряном окладе, который символизировал то, что это вот невещественный свет божества. И оправдание, скажем, этому находилось в том, что Седьмой Вселенский собор постановил, что тождественно дерево ковчега и тождественно дерево написания иконы. И как ковчег завета был обложен золотом, так и икона может быть облагаема какими-то драгоценными металлами. И вот православные люди в благодарность за что-то, в знак того, что это особо почитаемая икона, облагали его драгоценными камнями, драгоценными металлами. И в конце концов это уже стало такой защитой иконы от каких-то воздействий неблагоприятной среды. Поэтому вот оклад это символ того, что эту икону раньше особо почитали или сделали этот оклад в благодарность за то, что у этой иконы Божьей что-то просили и вот получили просимое. Но всегда нужно в первую очередь помнить, что поклоняясь образу, то есть иконе, мы всегда должны восходить умом и сердцем к первообразу, то есть к тому, кто запечатлен на этой иконе, чтобы не превратиться в некое идолопоклонство, не ввергнуться в идолопоклонство. Нас спрашивают, вот я несколько раз пыталась прийти в церковь на службу, но один раз меня отчитали бабушки за то, что я была в брюках, другой раз, что я не вовремя не так крестилась, не так кланялась, не там стояла, не купила свечку в церковной лавке. А недавно, прочитав статью про недобросовестного священника, и вовсе задумалась о целесообразности посещения церкви. Как быть в этом случае, если после всего этого желания верить осталось, а идти в храм пропало? Главная ошибка человека, который говорит такие слова, это то, что есть известные слова, что церковь это скорее всего лечебница для грешников, чем музей для праведников, для святых. И вот как раз человек, который говорит вот такие вот слова, что вот я пришел в церковь, они меня обругали, я пришел вроде бы в первый раз, да, у меня есть желание верить, желание как-то прикоснуться к жизни церкви. И вот этот человек подсознательно идет как раз в музей праведников. Он думает, что церковь это собрание именно праведников, что все вокруг праведники, а вот он пришел со своими грехами, его вот как бы должны окружить святые люди. Еще раз повторяю, что церковь это лечебница для грешников. Как раз грешные люди приходят в церковь, чтобы стать там праведными, да, цель любого грешника, цель любого христианина это стать как раз святым, стать праведником. Как бы это высокопарно не звучало, но это именно так. И вот получается, что человек приходит, да, ожидает увидеть праведников, а видит тех же грешников, что и он сам. С какими-то своими грехами, с какими-то своими страстями. И вот получается вот некий диссонанс между ожидаемым и тем, что человек увидел. Но спросим у человека такого, такой вопрос. Он приходит в больницу, да, у него заболело там что-то в его организме. Он приходит в больницу. С какой целью он приходит в больницу? С целью исцелиться. Да, конечно, хорошо, если его встретят и врач с распространенными объятиями, и в регистратуре его улыбнутся и тут же выпишут нужный талон. Но если этого не случится, развернется, разве человек уйдет из больницы, сказав себе, ну вот мне в регистратуре как-то не так на меня посмотрели и как-то невежливо мне ответили. Нет, он будет добиваться своего, он будет добиваться, чтобы дойти до врача и получить исцеление. И так же и человек, по идее, он приходит в церковь, чтобы получить исцеление от своих страстей, которые ему мешают встретиться чистой душой с Богом. И очень, конечно, хорошо, если человека этого встретят как раз, как и должны встретить, по идее, христиане, да, с распростертыми объятиями. Но иногда так не случается, иногда случается именно как вот описано в вопросе, потому что все мы люди, все мы грешны, и все мы находимся в разных, в разном настроении, в разном состоянии духа. И иногда вольно или невольно оскорбляем и мы тоже других людей. И поэтому вот еще раз призываю помнить этого человека, что если мы приходим в церковь, мы приходим для того, чтобы реализовать свою веру. Потому что вера без дел мертва. И известны слова Писания, что и бесы веруют и трепещут. То есть бесы тоже веруют в Бога, но эта вера ничего не меняет в их жизни. И поэтому, если человек просто верит и никак не реализовывает свою веру через соприкосновение с благодатью Божией в таинствах, через помощь другим людям, через смирение, через прощение другим людям их грехов, то тогда вера этого человека остается мертвой, и эта вера ничего не меняет в жизни человека. И тогда человек этот ничего не изменит в своей жизни. А вот как раз придя в церковь, соприкасаясь с такими грешниками, как он сам, стояв в церкви, молясь Богу, прося благодати Божией, исцеляющей в таинствах, человек как раз и меняется. И хорошо, конечно, что вот мы встречаемся с такими же грешниками, потому что иногда, встретившись, если бы нас окружали все праведники, мы бы, может быть, и начали бы унывать от несовершенства своего. Но мы встречаемся с такими же грешниками и с этими же грешниками, идем к Богу, пометуя о том, что Господь и намерение наше церковь. Субтитры создавал DimaTorzok